Премиум Винтер Микс, это у нас Шотландия, мужская и женская одежда, зимняя, категория крем. Куртка в отличном состоянии, кстати, рукава, локти вот чистая. Капюшоны нет, но капюшон здесь предусмотрен, капюшон утерян. Состояние хорошее, мужская куртка маленького размера, S-ка написана, хотя 44-46. Состояние хорошее, так, мужской джемпер большого размера, тёплый, а, кстати, новый, размер 2XL. Давайте посмотрим состав. Здесь у нас 75% акрила, 12% хлопка, 11% шерсти и 2% полиамида. То есть синтетика очень мало, в основном натуральных кали. Женский джемпер, крупно-вязкий, размер маленький. Состояние хорошее, без катышков, без видимого износа. А вот бирка нашёл. Так, акрил, махер и шерсть. Махер и шерсть по 15% и акрила 70%. Хороший состав. И мужская рубашка. Новая, размер L. Новая мужская рубашка с длинными рукавами. Так, это Gap Kids, то есть марка Gap. На 13 лет, состояние хорошее. Марка Next, размер 8-й, маленький. Это туника маленького размера, в хорошем состоянии, без видимого износа. Женская кофточка или блузка марки Tom Taylor. Размер указан 44-й, европейский. Это соответствует 50-му российскому размеру Tom Taylor. Жилетка большого размера, в хорошем состоянии, без видимого износа. Размер 2XL. Воротник чистый, замок работает. Вся неотличная. Женский джемпер марки Taylor Vale. Размер маленький S. Много джемпер. Так, это яркие леггинсы марки H&M, размер маленький. S-ка. Юбка новая, яркая. Размер 10-й, примерно 44-й получается российский размер. Марка Atmosphere, размер 38-36. Это соответствует где-то 44-му размеру, российскому 42-му. 34-й здесь указан. Размер маленький, новое платье. Как это назовем? Туника или рубашка женская, да? Так, в составе кажется вискоза. Размер, по-моему, маленький. 10-й размер здесь указан. Запасная пуговица есть. 100% вискоза. Состояние хорошее. Так, здесь размер не указан. Примерно средний. Давайте посмотрим. 16-й. 44-й европейский, все-таки 50-й российский размер получается. И у нас здесь 96% вискоза, 4% эластана. Марка Next, размер 12-й, то есть примерно 46-й получается, российский размер. Хотя больше похоже на 48-й, это классическая юбка-карандаш. Так, еще одна платья небольшого размера. 44-й указан размер, марка Atmosphere. Соответствует это 50-му российскому размеру. Жилетка марки Atmosphere. Размер маленький 36-38, то есть примерно S. Тут тоже размер маленький, 8-й указан. Состояние хорошее. Так, 50-й европейский размер, это соответствует 56-му российскому размеру. Жилетка новая с этикеткой, марка Topshop. Жилетка небольшого размера. Атмосфера размер 48-й указан, это соответствует 54-му российскому размеру. А мужское нижнее белье теплое, как это в подштаннике, термобелье, колготки детские. 34-32, такого размера джинсы, в хорошем состоянии, без видимого износа. Марка George. Так, размер, по-моему, большой. Давайте посмотрим, какой именно. 42-й размер указан европейский, получается 48-й, всего лишь российский размер, то есть средний размер. Так, это, по-моему, кончо. Или что-то в этом роде. А, нет, это вот так. Нашел. Так, марка George. Extra Large написано, то есть XL. Типа кардигана. Бомбер большого размера, L-ка. Состояние хорошее. Замочек работает, воротник тоже не растянется, состояние хорошее. Новая мужская рубашка. Женская футболка марки George. 42-й европейский указан, это 48-й получается, российский размер. 54% хлопка, остальное это синтетика. Флисовая шапка марки Insulate, новая. И платье L-ка, размер большой. Футболка марки Next, новая футболка с этикеткой. 100% лен, кстати, в составе... Не было такого еще? Это бывало. Так, когда забирали, уронили. Куртка женская, маленького размера, S-кая, марка Only. Замок работает, рукава, локти чистые, состояние хорошее. Платье маленького размера, новое платье с этикеткой. Давайте посмотрим состав. Здесь у нас 97% вискозы и 3% эластана. Спортивная футболка марки H&M на 12-14 лет, в хорошем состоянии. Еще одно платье, по-моему, да? Тоже в хорошем состоянии. Спортивная футболка марки Adidas. Размер, к сожалению, не указан, но... Большого размера футболка, новая. Юбка 38-го европейского размера, это соответствует 44-му российскому размеру. Женские трусики. Так, толстовка теплая, детская. Размер на 9-12 месяцев. Мальчиковая толстовка, новая, очень теплая. Так, это Next. Размер указан 14-й, то есть примерно 48-й, наверное, российский размер. Шестой размер, маленький. Так, джемпер маленького размера S-ка. Водолазка, тоже небольшого размера, в хорошем состоянии. И пара варежек. Вещи без износа, без видимого износа, в отличном состоянии. 40-й размер здесь указан, европейский, соответствует 46-му российскому размеру. В основном женская одежда в этом миксе. Марка Zara на 11-12 лет с платья. 152 см указан рост. Платье новое. И колготки. Тоже, кстати, новые колготки, только для затикетки. 38-й размер здесь указан, соответствует 44-му. 4-му российскому размеру. Платьев тоже много. На 7-8 лет. Джеггинсы. Детские. S-ка марка New Look. Размер маленький. Так, 8-й размер указан на этой блузке. Бузка с длинными рукавами. То есть, получается маленького размера. Так, это атмосфера. Размер 40-й указан, европейский. Соответственно, 46-му российскому размеру. Джемпер. Женский. По-моему, в составе акрил. Если не ошибаюсь, давайте посмотрим. 10% Махера написано. 10% шерсти, акрила 70% и 10% полиамида. Шерсть, акрил, махер, полиамид. Вот такой состав. Брюки классические, марки Next. Размер, по-моему, маленький здесь. Да, небольшого размера, новые брюки. Марки Next. Так, детская юбка. Марка Stradivarius. Размер маленький S-ка. Stradivarius что-то давно у нас в Second не попадался. Так, на 13 лет. В хорошем состоянии. Пока что-то пятен не было, износа не было. Все отлично. На самом деле, категория крем. Размер маленький S-ка. Рукава не растянуты. Кстати, рукава короткие, 3 четверти. Катышков нет. Марка Peruna. Женская блузка. 48-го, примерно, российского размера. Новая с атикеткой. L-ка. Размер большой. Тут, по-моему, полиэстер. А, нет. 30% шелка и 70% хлопка. Шелк и хлопок. Такой вот состав. Оказывается, что синтетика. Марка New Oak. Размер 12-й. Но иногда тяжело отличить шелк, конечно, от синтетики. С непривычки. Так, M-ка. Размер средний. Этикеток, как всегда, много. Футболка большого размера XL. Но, по-моему, в этой парте больше средних и маленьких размеров. Вот тут 14 указано. Это получается 48-й российский размер. По-моему, размеры поменьше все-таки здесь. Так. Рубашка мужская, по-моему. В упаковке. Небольшого размера. Так. SM. Указаны размеры. То есть, маленький, средний. Беру из резера. Поэтому, по составу, ничего не смогу сказать. Джинсы на 12-13 лет. Марки H&D. В хорошем состоянии. Без видимого износа. Спортивный топ. Назовем это так. Колготки. Марка Nike. Размер указан средний M. Ну, по-моему, вообще детский. Размерчик. Zara. Похоже на брюки. Женские брюки. Марки Zara. Пальто женское. Размер здесь не указан. Давайте посмотрим воротник. Воротник чистый. Без видимого износа. Состояние хорошее. Рукава и локти тоже чистые. Шерсть в составе. Угольцы все на месте. Состояние очень хорошее. Сейчас попробуем найти бирку. Четыре бирки здесь не вижу, к сожалению. Ну, ладно. Размер примерно 44, наверное. Наш с вами российский размер. L. Джинсы женские марки Vila. Новые в упаковке. Тонкий джемпер марки Gap. Размер L. Размер большой. Состояние хорошее. 54% акрила и 46% шерсти указано в составе. Шарф яркий. Марки H&M. Папайя размер 16 здесь указан. Еще один шарф. Новый с этикеткой. Марки Taley Way. Вот этот шарф. Акрил 100% в составе. Это у нас что это такое. Не знаю, что это такое, честное слово. Юбка марки Tio. Размер 10, небольшой. Еще одна юбка. 44% европейского размера. Это соответствует 50-му российскому размеру. Леггинсы среднего размера. Носки 100% хлопок. Мужские носки. Размер 39-45. Тут три пары получается носочка. Так, папайя размер 6 указан. То есть маленький размер. Так, здесь 100% полиэмид. Риэл фур. А, вот получается здесь у нас натуральный мех. Используется, да? Остальное синтетика. То есть вот трикотаж. Это не акрил, это полиэстер. H&M размер L. Колготки. Детские. 78% хлопка на 8-9 лет колготки. В основном хлопок. Кардиган женский, маленького размера. S-ка, состояние отличное. 50% акрил, 25% шерсти и 25% альпака в составе. Составы хорошие. Леггинсы среднего размера. М-ка 40-42, то есть 46-й получается, 48-й российский размер. Например, носки мужские, размеры 43-45. Новый ремень. Маки Резерт. Юбка марки Ривер Айленд. Она 10, ай, на 11-12 лет юбочка. Так, это Джордж. Состояние хорошее. Посмотрим возраст. 128-135 см указан рост. То есть примерно на 8-9 лет. Марка Папайя размер 16 указан. Это брюки в хорошем состоянии, кстати, без пятен. Ага, это вот так оказывается, да? Как это называется, тапочки, да? Типа луги. Новая. Атмосфера. Размер 40-42, то есть 46-й, 48-й получается российские размеры. Состояние хорошее. На рукавах у нас вот частично присутствует искусственная кожа. Тут тоже есть элементы искусственной кожи. Видимо, износа нет. Состояние хорошее. А платье марки Ривер Айленд. Размер указан 12, то есть примерно получается 46-й российский размер. Вот тут есть брак. Порвали. Атмосфера. Размер 34-й европейский. Это соответствует 40-му российскому размеру. Марка TU. Состояние хорошее. Слепсчет, по-моему, большого размера. Или это оверсайз просто. 44-й указан размер европейский. Получается 50-й российский размер. И 80% хлопка в составе 20% полиэстера. Марка Next. Теплое платье. 14-го размера. То есть получается 48-го российского размера. Платье теплое. Вот хочу посмотреть состав. Полиэстер, шерсть, вискоза и ластан. Шерсть, вискоза, полиэстер. Так. Мужская рубашка с капюшоном. Размер средней М. Фланелевая рубашка. В хорошем состоянии. Так. Бирку срезали. Женская кофта. 72% вискоза. 28% полиамиды в указанном составе. Так. Напоминаю, что это у нас зимний микс. Шотландия. Премиум Винтер называется данная позиция. Толстовка мужская. Размер маленький эска. Новая толстовка с этикеткой. Вес данного микса 35 кг. H&M. 40-й размер указан на этой юбке. То есть получается 46-й российский размер. Zara. М-ка. Платье марки Zara. Джинсы. Размер 32-й. 42-й указан, кстати, европейский размер. Соответствует это 48-му российскому размеру. Состояние отличное. У нас только одна вещь, по-моему, была с браком. Остальные все в хорошем состоянии. Пятен я здесь не обнаружил. Женский свитер марки H&M. Полиамид, акрил, вискоза, альпака. Такой вот состав. С марки Next на 9 лет. Джинсы детские. На 9 лет. И здесь у нас на 12-18 смеси. То есть получается на год на полтора. Свитшот. Клок хаус. Размер маленький эска. Женский джемпер тоже в отличном состоянии. Шапка. Смешная. Так, леггинсы. Марки Atmosphere. Кстати, 36-й размер, указанный европейский. Соответствует это 42-му российскому размеру. Кардиган. Правда, без бирки. Состояние хорошее. Размер небольшой. Фланелевая рубашка. Мальчиковая марки Rebell. И здесь написано S, кстати. Ну, детский, по-моему, размер. Rebell на 11-12 лет. Фланелевая рубашка мальчиковая. Платье марки H&M. 38-й размер, указанный европейский. Соответствует это 44-му российскому размеру. Леггинсы. Написано. Размер 10-й, то есть небольшой. Марка New Look. 12-й размер. Соответствует это 46-му, примерно, российскому размеру. И сумка в отличном состоянии. Прикольная, красивая сумка. Ручки целые. Потертости каких-то нет. Без видимого износа. Состояние отличное. Марка River Island. Размер 10-й, то есть небольшой размер здесь указан. Еще одно платье. 16-й размер. Размер побольше уже. Спортивная футболка марки Rebeck. Размер XL. Джинсы 14-го размера, примерно, 48-го, наверное, получается, российского размера. Футболка марки, не знаю какой. Armani. Написано M. Что за бренд такой Armani? Размер средний M. Я шучу, конечно. 38-й размер, указанный европейский. Соответствует 44-му российскому размеру. Флисовая толстовка большого размера. В хорошем состоянии, без видимого износа. Размер XL. Замочек работает. Рукава, локти чистые. Беретка теплая. Еще есть. Все, да? И последняя вещь из этого мешка. Осталась юбка марки George. Довольно-таки большого размера. Напоминаю, что это была Шотландия. Зима. На этом все.